Одному из сотрудников аэропорта Пулково удалось запечатлеть занимательные кадры. Прямо на взлётной полосе шаман с бубном и в соответствующей одежде совершает некий ритуал. Видео попало в интернет и вызвало массу обсуждений. Между тем, пресс-служба Пулково долгое время не давала нам внятных комментариев. Но всё-таки последним известием удалось узнать, кто пустил шамана к месту посадки самолётов. Расследование Екатерина Денисенко. За иллюминаторный рейс Берлин-Петербург на лицах пассажиров, пожалуй, даже не удивление. Лёгкий шок. На лётном поле появился человек в наряде иркутских шаманов и приступил к обряду. Он бьёт в бубен и грозит в небо. Запись, появившаяся в интернете, впрочем, не стала весомым доказательством для пресс-службы Пулково. У меня нет данных о том, что кто-то запрашивал разрешение на проведение каких-либо обрядов на территории аэропорта. Однако вот шаман, вот лётное поле, а над ним те, кому, собственно, и стоит опасаться шаманского бубна. Пернаты с ближайшей свалки нагло сопровождают лайнер на взлёте, рискуя попасть в двигатель. Но главная неприятность этой весной залётные гастролёры. Миграция птиц началась на две недели раньше. Летят гуси, летят утки, летят лебеди. У нас даже на взлётной полосе были замечены лебеди парочками. Летят утки, летят утки, дам. И два гуся, дам. Когда отпираться уже не было смысла, в причастности к шаманизму признались орнитологи аэропорта. Оказалось, Валентина Хагдаева из Иркутской области им порекомендовали коллеги из Токио, где после проведённых им обрядов птиц над аэропортом стало на 80% меньше. Да, да, совершенно серьёзно. Мы сначала тоже скептически ко всему отнеслись, а оказалось всё правда. Для большего эффекта шаману, кстати, потомственному в пятом поколении, предоставили местного хищника, в чью задачу и входит отпугивание чаек и уток. Как он объяснял, что он вселялся, его дух вселялся, значит, в ту птицу, которая живёт в нашем питомнике. Эти птицы летали над Роузлом в тот момент, когда не было полётов. И после этого непостижимым совершенно образом птицы перестали залетать в район взлётной посадки воздушных судов. Эксперимент закончился, но к соколу сотрудники аэропорта стали присматриваться повнимательнее. На всякий случай вдруг дух шамана вышел неполностью. Впрочем, сам Валентин Хагдаев по телефону уверяет, что в полном здравии находится дома в районе озера Байкал в Иркутской области. Я попросил богов и духов в Тенгриф, чтобы были благосклонны, чтобы в другом месте летали в душе в кундухе. У настоящего шамана должно быть какое-то физическое уродство. И вот этого шамана действительно у него на одной руке шесть пальцев. Без ритуал Валентин провёл абсолютно безвозмездно. И по словам сотрудников, в Пулково будут благодарны всем, кто возьмётся отвалить пернатых от зоны аэропорта. В принципе, можно допустить, что это могут быть и шаманы, и представители ещё какой-нибудь оккультной науки. В общем, кто угодно. Лишь бы всё было хорошо, безопасно и комфортно для пассажиров. Я, конечно, не шаман, да и в игре на Варгане небольшой специалист. Но пару птичек всё-таки надеюсь отпугнуть. Ведь безопасность полётов прежде всего. Екатерина Денисенко, Алексей Хьюрки, Сергей Бондаров. Последнее известие. Петербург.